Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать каждого на моем канале. Спасибо, что заглянули. Давненько у нас с вами не было мукбанков. Очень давно, реально. Вчера был влог, позавчера не было видео. В общем, по-моему, это второе видео в этом году. Я молодец, как говорится. В общем, сегодня я заказала пиццу. Я была, если честно, в шоке. Мне привезли эту пиццу. Она была не разрезана, прикиньте. Может быть, я сталкиваюсь впервые с таким... Напишите, пожалуйста, это нормально? Ммм, какая вкусная пицца. Я прощаю им все. Шаурма, салатик, соус, пицца. И запивать буду водой. Всю жизнь. Я заказываю пиццу, потому что пиццу очень люблю. Пицца, шаурма, суши. Это прям моя любимая тема. И впервые в жизни мне привезли ее не разрезанную. Я потом сама разрезала. Очень вкусная шаурма. О чем мы сегодня будем говорить? Я вам обещала подвести итоги прошлого года. Кто помнит, кто давно подписан на мой канал, у меня был вот такой скетчбук. Я вместе с вами ровно год назад, в прошлом декабре, составляла планы и не скрывала об этом свои планы и мечты на следующий год. Вот так вот оформила разворот, вы, наверное, помните. И здесь 13 пунктов, чего я хочу в следующем году. И сегодня мы разберем каждый из этих пунктов. И посмотрим, из 13 сколько получилось, а сколько нет. Сразу говорю, если вы ждете, что там все получилось, как я хотела, такого нету. Половина, может, даже большая часть не получилась. Но я это рассматривала в идеале. Итак, первый пункт похудеть до 52 килограмм. Это получилось. И получилось прямо накануне. Кануне Нового года. Я не знаю, как я похудела. Были немножко неприятные моменты в моей жизни. Не очень такие, знаете, радужные. Когда у меня стресс, мне не хочется кушать. Вообще нет аппетита. Вчера, когда Жалика ко мне пришла, мы пипец как обжирались, а потом взвесились. Я весила 54 килограмма, но на мне была одежда. Еще я весь день жрала. И когда я взвешиваюсь утром, я сейчас вешу 52 килограмма. Но я хотела это в прошлом году, но сейчас мне это не нравится абсолютно. Мне не подходит абсолютно настолько худоба. Для меня идеальный вес это 55-56, где-то так. 52 это слишком. У меня сразу, знаете, кажется, такой большой нос. Контурирую его. Не контурирую. Огромный нос. Это первый пункт. Он получился. Второй пункт. Получить права. Как вы знаете... Нет. Не получилось. И все это из-за моей безответственности. Нельзя возлагать всегда ответственность на кого-то. Надо искать, прежде всего, ошибки в себе. Я не могу сказать, что меня завалили. Это специально произошло. Нет. Я виноват сама. Что это такое? Вы слышите? Третий. Собрать парик. Наверное, это не к столу. Но кто смотрит мои влоги, тот в курсе, про какой именно парик идет речь. В общем, не получилось до конца. Начала я и на середине забросила. Этот пункт тоже не получился. Четвертый пункт. Купить квартиру. Ни для кого не секрет. Я действительно купила себе однокомнатную квартиру. На 18 этаже. С квадратурой 51 квадрат. То есть она не маленькая абсолютно. Я ее обставила и сдала. Сколько уже месяцев они живут? С сентября. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Четыре месяца. Как будто вот вчера это было. Но уже четыре месяца прошло. Блин, какая вкусная шаурма. Это не домашняя, это покупная. И она нереально крутая просто. Следующий пункт. Пятый. Сто тысяч подписчиков на iCook. Это мамин кулинарный канал. К сожалению, не получилось. И опять же, ошибка в нас. Мы очень редко туда снимали. Особенно последний месяц. Наверное, за месяц появилось только одно новое видео на канале. Естественно, такими темпами набрать сто тысяч подписчиков просто нереально. Но мы набрали восемьдесят пять тысяч, по-моему. Помню, там восемьдесят пять. Я могу ошибаться. Но сто тысяч точно нет. Прикиньте, на моем бумажном канале за один месяц я набрала двадцать тысяч подписчиков. Первые два месяца каждый месяц по пять тысяч я набирала подписчиков. А вот последний месяц двадцать тысяч подписчиков за один месяц. Это вообще прям супер. Так и до ста тысяч недалеко. Следующий пункт. Просто я считаю, что самое главное из всех избавиться от плющей. В прошлом году в это время в январе где-то я просто мечтала избавиться от этой проблемы. И у меня это получилось, слава богу. Безумно счастлива этому. Как же вкусно. Такая вкусная швурма. Следующий пункт. Выйти с Рошаном на новый уровень. Я имела в виду, то есть, познакомить наших родителей и так далее. Это тоже получилось. Восьмой пункт. Активная жизнь. И, конечно же, нет. Не было у меня за последний год никакой активной жизни. Я сидела постоянно дома. Снимала видео. Очень круто составлять такой список желаний. Когда ты его открываешь спустя год, у тебя такая ностальгия. Ты думаешь, блин, как все изменилось за этот год. Если вы не составляете, обязательно составьте хотя бы в этом году. Будет очень интересно почитать. Кстати, у меня новые сережки. Если вы не видели мой влог, обязательно посмотрите. Я пошла за кольцом. Выбирала, выбирала. Прошлась просто по всем. Вот выбирала колечко, а потом в конце я уже не нашла. Уже собиралась выходить. И около выхода. И около выхода был последний прилавок. И там я нашла вот эти сережки. Я, кстати, сегодня спала в них. Неохота мне снимать. Надеюсь, они не погнутся, не помнутся. Но если с ними что-то произойдет, я могу их отдать с ювелиру, чтобы он исправил ситуацию. Это же все-таки золото. Вообще, в идеале у них нельзя спать. Ну, айка ленивая попа. Я не люблю снимать, одевать, снимать, одевать. Если я так буду делать, то я 100% потеряю. На чем мы остановились? На девятом пункте. Твикс должен весить не менее 3 килограмм. Мамина радость, мамина счастье. Твикс весит 4300, прикиньте. 4300. Хотя на него смотришь, он не кажется толстым таким, да? Он просто упитанный. И он не очень пушистый. То есть, когда Твиксу купаешь, он не сильно меняется в размере. Он весит ровно 4 килограмм. Вчера же Ли увидела его. Нет, позавчера. Моя подружка была в шоке. Как он изменился, как он стал больше, выше. Мне кажется, это просто идеальный вес для кота. Ветеринар сказал, больше не надо сильно. Не кормите его. Мне просто он может жидкий корм кушать сколько угодно. Дашь ты 3 пачки. Он съест 3 пачки. Последний ветеринар мне показал, сколько именно нужно давать коту покушать. В общем, я надеюсь, что он будет держать себя в рамках, как его мамочка, и не обжираться. Десятый пункт. 70 тысяч подписчиков в Инстаграм. Ничего подобного. На меня никто не подписывается в Инстаграме. Я перестала просто снимать истории. Хотя нет, на меня подписывались, когда я активничала. Последний, наверное, где-то месяц. Я вообще не выкладываю истории. И вообще особо не сижу, если честно, в Инстаграме. Я как-то больше в ТикТоке сижу. И мне как-то перестал нравиться Инстаграм. Я вообще не любитель фото, читать какие-то посты. Мелко кто-то написал. Неохота мне читать. Это дело даже не в том, что мне не нравятся чужие посты. Я не умею делать крутые, такие, знаете, классные фотографии. Это не мой конек. Для меня видеоформат. Это мое. А вот фотки, фейстюн. Вообще. Одиннадцатый пункт. Найти новых друзей. За последний год нашла ли я кого-то? Нет, на самом деле. Вроде как нет. Если я ничего не путаю. Если я что-то путаю, пишите в комментариях. Двенадцатый пункт. Двенадцатый пункт. Двести пятьдесят тысяч в ютубе. Нет. Не набрала. И тринадцатый. Открыть новый канал. Да, открыла. Удачно. Все идет очень хорошо. Я безумно довольна. Очень рада. И давайте сейчас посчитаем, сколько пунктов получилось, а сколько нет. Из тринадцати пунктов у меня получилось шесть. И я очень довольна. И вам тоже, кстати, советую составлять такие списки. Здесь у нас остался один огромный кусочек. Все было очень вкусно. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться и ставить лайки. Всех люблю. Пока.